Производство Компании Техно-Муви Великолепная Италия Проект Великолепная Италия в России представлен Банком Винтеза. Вместе думаем о будущем. Путешествие по городам Базиликаты. От материковых гор до побережья между Ионическим и Циренским морями это история тысячелетий. С ремесленными традициями прошлого и настоящего, с аналогичной жизнью, полной вкуса и цвета. От Мелфи до Матери Величие осанка Близ Мелфи Контрастирует с маленькой горной церквушкой Святой Маргариты. Скрытые в тишине камней, она хранит убранство тысячелетней давности. Построена в столе Церковь Святой Маргариты маленькое сокровище. Ее никогда не изменяли. Если внимательно присмотреться, вас захватят эти образы, включающие в себя мученичество многих святых. Фрески изображают души умерших, стоящие на ногах, предвосхищая изображение плясок смерти, появившиеся веком позже. Среди изображенных фигур можно увидеть императора Фридриха II на охоте. Рядом с ним жена и один из сыновей. Веноза известна с классических времен. Четыре круглые башни стерегут углы замка XVI века. Крепость построена на месте первого собора Веноза. Это античная Венузия Романа. Родина римского поэта Горация. Сейчас здесь археологический парк. Это одно из немногих мест в Италии, где на античных развалинах ничего не строилось на протяжении прошедших веков. Раскопки велись под стенами Трубецкого аббатства. До строительства храма здесь находилась раннехристианская церковь, а еще раньше языческий храм. В крипте сохранились фрагменты средневековых фресок. Из окна в апсиде можно увидеть недостроенную церковь. План расширения храма Троицкого аббатства так и не был реализован на протяжении тысячи лет. Сейчас недостроенная церковь – ценный образец прошлого, которому судьбой было предназначено остаться в неизменном виде. Высокие колонны ничего не поддерживают. Они символизируют грандиозность неосуществленного замысла. Венеса – это регион в Ультуры. Замок Лагу Пязале в северной части Базиликаты обязан своим названием Большой крепости. Еще до римлян это место имело важное стратегическое значение. Замок возник во времена норманнов и олицетворяет собой жизнеспособность политики императора Фридриха II. Его архитектура отличается от других крепостных сооружений региона. В ней реализованы технические и стратегические ноу-хау, чрезвычайно передовые для своего времени. Замок Лагу Пязале имеет четырехугольную форму и четыре небольшие угловые башни. Он сильно напоминает арабскую крепость и символизирует сохранение исторической и архитектурной памяти, которую крестоносцы переняли у арабов. Благодаря дружеским отношениям и знаниям, они восстановили память о романской архитектуре, которая была утрачена на протяжении столетий. Замок Лагу Пязале символизирует уникальность Базиликаты, взаимоотношения между Востоком и Западом, которые мы должны восстановить. И ориентали к нему, как я вам покажу. Следы прошлого стоят бок о бок с приметами будущего. В последние годы в Базиликате создают новую инфраструктуру для использования энергии ветра. Современный вариант традиционных ветряных мельниц принял форму ветряных генераторов. Благодаря розе ветров в регионе, ветровые электростанции производят чистую, возобновляемую энергию. Инновационные проекты возникли благодаря подписанию Италии Киотского протокола, цель которого сокращение эмиссий, опасных для окружающей среды газов. Из земель Вультура наше путешествие продолжается в сторону Матеры, мимо Ачаренцы с ее роскошным собором. Его построили в XI веке епископы из Франции, воспользовавшись инновационными архитектурными канонами монастыря Клюни. Интерьеры церкви простые и строгие. Некоторые декоративные элементы добавлены в последующие столетия. Согласно легенде, в этой критике XVI века прятали священный грааль. Но это лишь слух, не подтверждаемый церковью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Музыкальный ансамбль Антонио Инфантино «Таранталати» дал новый импульс музыке и песням базиликаты. Их свободные стихи напоминают детские стихи или песни по событиям сельской жизни, например, сбор оливок. Музыкальный ансамбль Мы оказываемся в географическом центре региона. В Трикарико музыка инфантина сливается с поэзией року Скотеллару. Поэт был еще и мэром города. Он умер в 1953 году в возрасте 30 лет, но успел получить широчайшее признание. Поэзия Скотеллара продолжает жить. Его стихи описывают повседневную жизнь с элементарной глубиной. Любовь, страх и тяжелый крестьянский труд. Продолжаем двигаться к югу. Название Пьетропертоза происходит от Петропертуза. Этим термином обозначают типичные для региона расколотые скалы. Путешествие по Базиликате обязательно должно включить луканские доломиты. Называемые так, потому что их крутые острые пики напоминают настоящие альпийские горы. Под названиях изобретательно отражается их форма. Например, Королевский орел, Сада, Бабушка или Маковальня. Хотя луканские доломиты не так высоки, как альпийские горы, обрывистые скалы и узкие долины представляют собой настоящий горный ландшафт, усеянный маленькими поселками. Повседневная жизнь в полях и лугах следует природному циклу и зачастую насыщена глубоким духовным смыслом. Религиозная жизнь прошлого и настоящего воплощена в церквях и в многочисленных священных произведениях искусства. Приходская церковь в городке Мильонихо, что недалеко от Матары, построена в далеком прошлом. Церковь с вратами 13 века и колокольней может гордиться весьма почтенной древностью. В ней сохранился очень ценный полиптик. Работа, датируемая 1499 годом и подписанная великим венецианским художником Джованни Батистовичи и Мадако Мильяно, учеником Джованни Беллини. Эти 18 тополиных дозах – подлинная новинка для своего времени. В традиции венецианской живописи конца 15 века золотой фон убран и открывается свободный вид на ландшафт. На барельефе изображены святые Петр и Павел. Праздник, посвященный этим святым, происходит в конце июня. После мессы и благословения зерна перед статуей, триумфальное шествие проходит по улицам исторического центра и завершается у церкви. В дополнение к празднованию Дня Святых Петра и Павла есть также праздник Святого Распятия. Это большой праздник для верующих, для жителей Мильонико. В начале мая в Мильонико проходит церемония, связанная с распятием. Верующие на плечах проносят распятие по историческому центру. Этот праздник, кажется, прелюдией к тем торжествам, которые охватывают Матыру в июле. Распятие 17 века отражает новую поэтику священного изображения. В лике Христа и его фигуре с глубоким реализмом передано ощущение физического страдания. Но Базиликата – регион не только искусства и духовности. Ближе к северо-восточной границе региона есть много мест, которые славятся развитыми технологиями. Центр космической геодезии создан в Матере в начале 1980-х годов. В результате соглашения между НАСА, регионом и современным итальянским космическим агентством. Спутниковое оборудование позволяет наблюдать и изучать Землю из космоса. Технология может быть применима в различных областях, от прогнозирования погоды до телевещания. Субтитры создан в мире склонов в сторону матеры расположен суровый ландшафт это гравина глубокое ущелье промытая водными потоками это типичный ландшафт муджи разделяющие газелика ту и опули на протяжении веков эти естественные ущелья предоставляли укрытие пастухам до 9 века местные жители вырубали в скалистых склонах маленькие церкви такие как кристалла сельва с фасадом в романском стиле писатели и кинорежиссеров остро интересовали мельчайшие подробности необыкновенного образа жизни обитателей пещер матеры фильмы снятые в каменных кварталах матеры где жилище вырублено в скалах высвечивали суровые условия жизни их обитателей начало тенденции было положено в литературе романом карла леви христос остановился в эволе писатель жил здесь как политически сильнее в 1930-е годы написал грубую реальность вызвав активную реакцию публики после второй мировой войны пещеры называли национальным позором местом где люди до сих пор живут как в средневековье позже значение так называемых соседи матера переосмыслили и в 90-е годы кварталы сасу бризанов и сасу кавиозу юнаско признала объектами мирового наследия за пределами гористой местности для городского строительства тоже используется вулканический туф местные каменоломни источник строительного и поделочного материала многие фабрики производят изящно обработанные предметы которые используют в качестве украшений в некоторых пещерах больше не живут но в них происходит события культурной жизни матери например касса кава большое пространство выдолбленное в туфе нередко становится местом проведения джазовых концертов великолепная акустика и напоминающая о прошлом атмосфера место действия многих событий музыкальной и культурной жизни эти места удаленные от шума и солнечного света глубоко под землей как мне кажется время прекратила свой век одна из привлекательнейших черт матерой возрождение матеры как центра международного значения признанного юнеско это результат целевого финансирования которые вдохнула жизнь в развитие культуры туризма и ремесленничество для города характерны раскрашенные терракотовые свистульки отмеченные иронической фантазии они делаются в виде дымовых труб рыцарей и дверей и печати знаменитые свистульки под названием куку считаются приносящими удачу в мастерских традиции передаются молодым подмастерьям район пьяно диматера расположен в верхней части города на протяжении веков он славился своими церквями памятниками и большими зданиями особенность 17 века когда город стал столицей базиликаты появление правителей и чиновничества дало новый импульс население каменных кварталов становилась еще больше неподалеку от роскошной церкви в стиле барокко сохраняется в первозданном виде очарование горных храмов 160 усыпальниц вырубленных в скале простые места близкие духовным идеалам местного населения хотя время и оставила свой след эти священные скульптуры и картины сохраняют большую символическую ценность духовный мир горожан воплощен в изображении святых и их набожность подчеркивается ежегодными фестивалями посвященными святым покровителям фестиваль 12 июня самое важное ежегодное событие мотеры праздник мадонны белла бруна не просто религиозное торжество эта возможность каждому окунулся в свое прошлое статуя мадонны с младенцем связаны с чудесным видео во время фестиваля триумфальная повозка поезжая по улицам города и возвращается в собор чтобы охранять город и его жителей на создание повозки и фигуры из папье наше уходит целый год горожане помогают пожертвованиями после того как повозка со статуей возвращается храм она разворачивается и ее облетают толпы людей напряжение нарастает потому что теперь горожане могут вернуть ее себе по частям желание обрести украшение вызывает полномасштабный штурм кому-то достаточно небольшого фрагмента но многие хотят принести домой самые крупные детали например святых или ангелов некоторые сражаются изо всех сил но эти предметы имеют большую ценность не в материальном смысле а как символ битвы за идеалы которую ведут многие верующие разрушение повозки часть ритуал во всеобщей суматохе каждый помнит что завтра они начнут строить новую ангелы святые и голуби плывут над толпой и даже мельчайший кусок раскрашенной бумаги драгоценный приз через год одни фестивали вновь осветят ночной город наследственный ритуал разрушения и возрождение будет свершен снова в ходе ежегодного праздника объединяющего древние и современные традиции базиликаты проект великолепная италия россии представлен банком интеза вместе думаем о будущем на русский язык всем дублирован компанией видеофим тв на русский язык всем дублирован компанией видеофим тв на русский язык всем дублирован компанией видеофим тв коми там в в в в в Продолжение следует...